Всем привет! Сегодня расскажу вам про 516 автобус спринта туристический, который мой товарищ Сергей приобрел у меня. И он поделится сегодня своими впечатлениями об этой машине. Что хорошего, что плохого. Возможно, в сравнении с конкурентами. Сзади ребят повесили большой навесной багажник. Тоже его покажу. Он достаточно вместительный и удобный на дальние поездки. Сейчас спросим у Сергея, что он думает о своей машине. Привет, Сергей. Здравствуйте. Расскажи, что здесь интересного по машине. Эта машина была куплена нами ровно год назад в автосалоне по продаже коммерческой техники Мерседеса, что находится на московском шоссе в поселке Строителей. В принципе, автомобилем мы очень довольны. Несмотря на то, что это комплектация, когда делают с автобуса, берется самая минимальная комплектация и уже без него производится автобус. Нам очень понравилось то, что здесь есть заводской электропривод двери. Это великое дело. Никаких реек дополнительных, никакой грязи, смазки и прочее, прочее нет. Открывается на полную ширину, закрывается достаточно быстро, никаких посторонних звуков не издает после закрытия. То есть, очень удобно. Говорят, что печка маловато, не хватает. Вы знаете, мы ездили в морозы, 25 градусов, и задние пассажиры не жаловались. Хотя у нас сзади стоит дополнительный автономный отопитель. Хоть и небольшой на 2 кВт, но когда во время стоянок мы ожидаем пассажира, включаем его, и достаточно тепло в заднем отсеке. Причем стекло одинарное здесь. Да, здесь нет стеклопакета, здесь просто одинарное стекло, нет никакого утепления вот этих двойными стеклами. А вот задний дополнительный автономный отопитель мы зимой ни разу не включали с пассажирами, потому что просто было тепло. Просто тепло, люди спрашивали, если нужно, мы включим, чтобы все было отлично, мы спрашивали. Нет, они их все устраивали. Ну, потому что не маршрутка, пассажиры сели, 8 кВт вот этой печки за глаза хватает, чтобы отопить салон. Да, 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 да. Вот мы когда планировали машину покупать, мы еще думали, может быть, нам инверторы поставить вдоль бортов, чтобы было тепло достаточно. Но уже потом, когда после первого же мороза показалось, что это ни к чему достаточно этого. Вот, что касается машины, очень доволен, что взяли машину с автоматом. Думали про механику, взять с механикой и прочее, прочее. Вот, ну, очень понравился автомат. Он здесь семиступенчатый, достаточно четко переключается, нет, не задержит ничего. Вот, очень удобно в пробках, очень удобно в горной местности на нем передвигаться. Он сам за тебя думает, ты просто смотришь, тупо вперед и сплюдаешь правила дорожного движения. Ну, по автомату вот никаких нареканий совершенно нет. Также дополнительно мы еще поставили багажник. Турецкий, достаточно удобный, не раскладной. Он поднимается, дверь сделана в виде хлопушки. Существует несколько же видов. Вот этот багажник у нас хлопушкой кверху поднимается, дверь, чтобы укладывать багажник в несколько уровней багаж. А есть еще, который багажник вот так вот разделяется, да, и очень неудобно, например, какой-то нестандартный чемодан, он просто ни в один из отсеков не влезет. А у нас насчет этого вот именно искали такой. Ну что, пойдемте покажу багажник, система его работает как. Все сейчас увидим. Багажник. Багажник, у вас есть еще вот камера задних мест. Она есть, то есть это дает возможность более комфортного маневрирования. Но мы ее не подключали, просто как-то, когда все это оборудовали и забыли провести этот провод. Ну, вроде бы подсказывает без камер. Но кому интересно, он может отключить эту камеру и будет все нормально. Багажник открывается очень просто. То есть мы поворачиваем ключ. Все, он открылся. И вот смотрите, какой объем. Здесь чемоданом стоят два ряда, в зависимости от его габаритета. Плюс вот небольшие чемоданы здесь тоже порядка очень много убирается. У нас, к сожалению, нет, что чемодану предместировать. Но, поверьте, мы можем, что глубоко. Да, достаточно хорошо. Он сделан, вот видите, показанное подкрепление. Он усиленный каркас идет. Причем этот каркас переходящий к тому, чтобы поддерживать сам этот поддон. Да, и вот он прикручивает. И сам этот каркас уже, мы сейчас его откроем в своем багажнике, вы увидите, что он непосредственно крепится на петли, которые монтированы в сами петли дверей самого автобуса. Он стеклопластиковый, тяжелый, порядка 55-60 килограмм. Два человека свободно его увешивают. Сделал все от швяка. Снимается Т-4. Колеса мотоблока. К сожалению, у меня не было хлопотов с мотоблоками. Все. Пожалуйста, он открыт. Вот этот усиленный каркас. Вот усиленный каркас. Если вы открываете свободно, вот вам открывается доступ в багажник. Но сначала лучше загрузить этот багажник, закрыть его и потом только загружать его. Иначе потом будет его достаточно тяжело открывать и закрывать. А так здесь все работает. Видите, дверь открылась без проблем. Также без проблем и закрылась. И все это в обратную последовательность. Идем назад. Ну, то есть, этот ограничитель, так сказать, гарантия того, что этот штырь никогда не вылетит, он никогда не откроется. Прошу салон, пройдите, смотрите, что сделаем салон. Хваленая немецкая дверь. Да, хваленая немецкая дверь. Очень нравится. Welcome. Вытираем ноги. Да, да, да. Все как-то. Пачкать не хочется. На этой машине еще есть столики газетной сетки с пластиком. Я думаю, клиенты оценивают. Здесь не только столики и сеточки. Здесь еще эти сиденья двойные. Они выдвигаются в проход. Что на дальнее расстояние очень удобно для двух рядом сидящих людей. Блоки комфорта очень эффектные. Кондиционирование работает просто на 5 с плюсом. На 5 с плюсом работают. Свет тоже очень достаточно яркий для обслуживания французов. Они в первую садятся. Я выключаю свет, если едем мы по трассе. Сразу начинают включать вот эти фонарики. И работают компьютеры, телефоны. То есть им это нравится. Дополнительно мы еще на этом автобусе, если обратить внимание, сделали вот такой рифленый алюминий. Для того, чтобы пассажиры, как правило, они стараются поставить ноги туда. Да, да, да. А там у нас как раз и предохранители, и электронные блоки. И чтобы этого не случалось, мы приняли решение загородить его эстетично. Телевизор, кстати, как на вот эту кнопку открывается? Да, открывается он на эту кнопку, нажимаете. Обоюсь. И его видно со всех сторон. Управлением как с пультика управляется, так и с кнопок. Но, как правило, второй свободный водитель, он и управляет этим для пассажиров, чтобы было видно. Вот из заднего ряда тоже просматривать хорошо. Да, достаточно хорошо. Динамики тоже есть штатные по центру в середине, и сзади два динамика. Всем звука хватает. Блок управления кондиционером тоже простой. Включил вентилятор, нажал кнопочку, все заработало. Все, вопросов никаких нет. Не надо ничего думать, никаких рычажков. А так машины очень доволен. Цвет сидения достаточно хороший. Нравится такой. Он усредненный, то есть он не вызывает никаких эмоций, не раздражительных, никаких таких агрессивных. Достаточно удобно. Ну да, остаются какие-то следы, но что же поделаешь. Для этого мы и есть, чтобы просто убраться потом, чтобы было все хорошо. А по расходу как у него в среднем? Вы знаете, вот летом ездили в Нальче, когда туда почти две тысячи километров. У нас получился расход, причем 18 человек, плюс нас двое, то есть получается 20 человек, плюс багажник. Мы укладывались в Червонец, а то и меньше 9 литров выходило. Ну вот, пока степям Калмыкии мы когда ехали, там дорога была плохая, больше 60-70 не ехали, достаточно медленно. Там вообще расход до смешного упадал. Мы думали, нам где-то надо придется искать заправку, после листы где-то чего-то нет. Мы дошли до горы, и уже в Пятигорском районе там мы заправили спокойно, мы даже не ожидали, что это настолько будет. Ну вот, зимой расход чуть повыше. Да, все-таки дизель он достаточно холодный, его нужно постоянно подогревать. И у него поэтому идет расход, ну, больше 10 приближается где-то, наверное, литром 13. То есть печки? Да, безусловно, печки, конечно. А потом двигатели на улице холодные, пока ты ездишь до пассажирами, а бывает, пассажирам нужно проехать километров 45-50, и он пустой, он просто не нагревается. Приходится включать догреватель, но это дополнительный тратер топлива. Пронумеровали мы сиденья, вот, для того, чтобы, если люди, когда делают заявки турфирмы, что они сразу рассаживают по местам, чтобы не было сыр-борога, то есть где сядет, я сяду тот, я тут это, и это. Поэтому схема сиденья мы всегда отправляем турфирмам или заказчику, и он уже сам распределяет, кого куда посадить. Сравнивали другие, вот, автобусы, Fiat, Citroёn, Peugeot. Вот, сначала я был такого мнения, что он поинтереснее тем, что хотя бы у него есть передний привод, и достаточно устойчиво. Но вот здесь система активной безопасности, ну, подразумевается АБС, ESP, BAT, BAS и прочее, там, до такой степени комфортно и культурно работает, что мы даже никогда не замечали, что у нас когда-то подмергливала лампочка ESP, потому что он такой, всё очень корректно производит. Была тогда заявка в Йошкар-Алу, и причём на улице минус 13 градусов, и пошёл ливень. То есть, представляете, на улице мороз, а идёт ливень. То есть стекло лобовое, всё направлено было на него, потому что это замерзало. Машина покрылась панциром, а на асфальте, конечно, лёд, но она достаточно уверенно, устойчиво шла, и вот такого, чтобы намёков куда-то что-то занесло, скинул, никогда этого не было. Ну, в принципе, вот всё, что я хотел сказать, хотел сказать. Машины мы очень довольны, очень довольны. Даже, ну, я бы сказал, на сегодняшний день, вот на сегодняшний день, нет машины лучше на нашем, на российском рынке. Плюс, он достаточно высокий, клиренс намного выше, потому что зимой ведь всякое бывает. С-под машины вылетает огромный снежно-ледяной ком, и просто уже некуда было никуда, не сворачивать ничего, пропустил он между колёс. А мы даже не поняли, что он там и был, потому что доставка... А вот на Fiat, на Peugeot строение, я больше, чем уверен, мы бы зацепили, потому что там клиренс в разы отличается. Ну, там и шуруса передняя, а здесь кардан вообще ничего не было. Да, здесь кардан, причём это всё так спрятано, что это нигде ничего. Так что, очень довольны. Не надо бояться заднего привода, если есть в нём сейчас система активной безопасности. Просто надо попробовать прокатиться уже самого. Да, 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 да. Так что, мой вам совет, когда вы продаёте машину, обязательно сажайте человека за руль, для того, чтобы он понял, до какой степени эта машина надёжная, и чтобы он был уверен, вы именно провели свою выбор. Обязательно, всё нужно с тест-драйвом. Ну, ведь, кстати, тоже покупали, прежде чем купить, тоже привели тогда тест-драйвом, хоть это была и маршрутка, и на механике мы прокатились, всё понравилось, всё хорошо, и тем более была зима, и гололёд был, то есть очень уверенно она себя вела. Вот мы тогда приняли решение, всё точно такую, но только с автоматом. И, кстати, Александр нам подсказал про это, за что мы ему и очень сильно благодарны, потому что машина великолепна с автоматом, очень хорошая. Во-первых, это долговечность двигателя увеличивает, потому что с механикой есть возможность и перекрутить его, или, например, наоборот, не докручивать и ездить на масляном голодании, то есть по чуть-чуть переключать дизель, да, дизель вытащит. Вот, но у двигателя всё равно есть свои рабочие обороты, которые, чтобы не было масляного голодания, и чтобы его не перекручивать. А автомат с этой проблемой справляется на раз-два, мы, я говорю, мы просто себя чувствуем пилотами, как вот на самолёте дёрнул штурвал, взлетел, опустил штурвал, приземлился, и вот мы тоже самое. Спасибо, что вы к нам пришли, посмотрели наш автоп. Спасибо, что показали. Было интересно. Я думаю, и ребятам тоже интересно будет посмотреть видео, и что-то прокомментировать. До новых встреч. До свидания. Спасибо.